Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите Новый шелковый путь. Так прозвали строящуюся железную дорогу. В преддверии Нового года в Караганде проходит большая торговая выставочная ярмарка под названием «Подарки к Новому году». Полуторагодовалый карагандинец всю свою маленькую жизнь провел в больничной палате. Полуторагодовалый карагандинец Мадий Браев всю свою маленькую жизнь провел в больничной палате. Врачи диагноз поставили. Идет усиленное лечение и обследование. А вот, однако, ребенок все равно тает на глазах. Подробности у нашего корреспондента. За этой дверью с надписью «Не входить» находится полуторагодовалый Мадий Браев. Его мама Наталья Браева находится здесь же вместе с ним. Большую часть своей маленькой жизни Мадий провел в больнице. Хотя, по словам его мамы, роды прошли нормально. Во время беременности, кроме отека ног, женщина ни на что не жаловалась. Все беды начались с тех пор, как Мадий исполнилось два месяца. У ребенка появилось желудочно-кишечное кровотечение. Его обследовали, выявили анемию, направили в Астану, в детский центр материнства детства. И с тех пор мама и малыш прописались в больнице. После Астаны полтора месяца опять ребенок жил. Потом он начал существовать. Сейчас ребенок сгорает от температуры. Основного диагноза врачи так установить не могут. Диагноз у ребенка есть. Врачи детской больницы его поставили. Правда, матери Мадии все равно непонятно, что происходит с ее сыном. Женщина рассказывает, мальчик прошел долгий курс приема гормонов и других медикаментов. На данный момент врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. У ребенка есть диагноз. Аутоиммунный геморрический анемия. В данное время у ребенка ухудшение состояния отмечается. Болезнь мальчика сопровождается такими симптомами, как сыпь, воспаление лимфатических узлов, увеличение печени и высокая температура. Что касается последнего, то мама ребенка рассказывает. Бывало, за одну ночь она пять раз вызывала скорую помощь. Температура малыша достигала 40 градусов. Уже с завтрашнего дня ребенка начнет осматривать гематолог. Возможно, он и поставит окончательный диагноз. Наталья Ибраева ждет его уже на протяжении полугода. У женщины уже нет сил. По ее словам, ребенок не живет, а существует. Я рассчитываю на то, что, может быть, кто-то услышит. Ничего страшного. Просто даже неизвестно, к какому врачу нам надо обратиться. Если кто-то сталкивался с подобной детской болезнью и знает точный диагноз и методы лечения, то просьба обратиться по этому телефону 8 701 492 79 74. Возможно, ваш звонок спасет жизнь маленькому карагандинцу. Амина Смакова, кабинет Курышбека, Бахтеор Спанов, Первый Карагандинский. Новый шелковый путь так прозвали строящуюся железную дорогу Жизказган-Бейнеу. Уже произошли две стыковки. Соединились Жизказган и станция Саксаульская, Жизказган и станция Коксоль. На стройке новой ветки железной дороги побывал и наш корреспондент. Железнодорожные пути – это артерии страны. 65% всех грузов перевозятся по железной дороге. Любой инновационный проект нуждается в транспорте. Самым надежным перевозчиком на сегодня является железная дорога. Поэтому так важна новая ветка Жизказган-Бейнеу. 577 миллиардов тенге выделили на ивесительной дороге. И на сегодняшний день 130 миллиардов уже как-то освоено. Когда осознаешь важность дела, то и работа спорится. Строители на тысячекилометровом пути выстроили уже четыре станции. А это новые рабочие места. Это вклад в развитие республики. Я просто радуюсь от того, что здесь людям будет работа. Тот же путей, тот же составитель, тот же, я не знаю, станционник. Здесь будет новая жизнь просто ради этого. А вот по этой дороге я проеду или нет, не знаю. Но тем не менее я рада, что такая дорога строится. По новой ветке Жизказган-Бейнеу планируется к 2020 году перевозить до 20 миллионов тонн груза. Причем они будут доставляться в два раза быстрее, чем сегодня. Жизказганцы тоже понимают всю важность строительства. Люди рады, что из тупикового города мы превращаемся теперь в такой развитый центр. Так как железная дорога будет уже соединять нас с западом, мы можем проехать на отсюда, в Россию спокойно. Раньше этого не было. Только ездили через Караганду, Алма-Асу. Люди, живущие вдоль железной дороги, да и в самом Жизказгане, получат тысячи новых рабочих мест. А это так важно для повышения качества жизни казахстанцев. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Теперь здание автовокзала, которое находится на юго-востоке, принадлежит новому собственнику. Бывший владелец обанкротился и поэтому не смог довести задуманное дело до конца. Для водителей и кондукторов на конечной остановке здесь не созданы элементарные условия. Нет помещения для приема пищи и даже туалета. Новый автовокзал на юго-востоке открывали местные власти ещё в 2007 году. Тогда руководство вокзала обещало карагандинцам, кто не смогут спокойно уехать во многие города страны. Однако все обещания канули в лету. Женщина, которая охраняет здание сегодня, говорит, что его продали новому собственнику. Здание автовокзала находится, но у нас новый хозяйок. А, новый хозяйок. Со стен автовокзала уже осыпается плитка, а неподалёку находится открытый колодец, в который может упасть буквально каждый. Рядом с вокзалом находится учебное заведение, где постоянно ходит много студентов. Но пока гром не грянет, никто не зашевелится. Рядом с пустующим автовокзалом находится и конечная остановка автобусов. Водители и кондукторы жалуются, что для них не созданы элементарные условия. Нет помещения для приёма пищи и туалета. В юго-востоке пока неизвестно. Связаться с его новым руководителем нам не удалось. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Другими новостями. В преддверии Нового года в Караганде проходит большая торговая выставочная ярмарка под названием «Подарки к Новому году». На ней представлен огромный ассортимент различной продукции. От ювелирных изделий до керамической посуды. Что есть на лавках новогодней ярмарки, смотрите в следующем сюжете. Новогодняя выставочная ярмарка проходит в Караганде уже не первый раз. Горожане с ней знакомы. Товар самый разный, по доступным ценам. Лечебные сладкие меда, более 40 сортов, брендовая одежда, сувениры национального колорита, ювелирные изделия известных дизайнеров и не только. Женская половина населения сразу ринулась к отделу с украшениями из натуральных камней и лоткам с оберегами, которых на ярмарке хоть отбавляй. Также невозможно протолкнуться у столов с парфюмерией и другой косметикой. Людям преклонного возраста тоже было на что посмотреть. Шарфы, палантины из натуральной шерсти, привезенные из Монголии, носки, варежки, ручной работы. Домохозяйки никак не могут оторваться от ловких движений продавца, который показывал новейших технологий бытовых предметов. В преддверии главного зимнего праздника эти быстро режущие бытовые предметы – просто незаменимая вещь на кухне любой хозяйки. Отличительная черта этой торговой ярмарки от других – товар привезен со всех регионов Казахстана. К примеру, этот товар из южной столицы Казахстана, Алматы, представляет собой невероятное количество ароматов туалетной воды. От легких до более терпких. Советский Союз его завозил, он завозил чуть-чуть. Его завозила хорошо Польша. У них был парфюм, назывался «Антилопа». Антилопой пользовалась сама Анна Герман. Кроме настоящей французской парфюмерной воды, на выставке был представлен еще и натуральный пчелиный мед, который обладает лечебными свойствами. Улучшает кровеносность, сердечные свойства, нервные системы, гемоглобин, кокея. Лечебный сладкий мед как нельзя лучше подходит для чаепитий. А вот для представителей слабого пола как нельзя лучше на ярмарке подходят ювелирные изделия от известных дизайнеров. Белое, желтое, золото, драгоценные камни. На этой ярмарке представлены украшения, которых, возможно, в Караганде не найти. Особенно это касается наборов ювелирных изделий с топазами. Топазы довольно редко встречаются в наших торговых домах. Есть с топазами, с аметистами, с гранатом. Очень интересные модели, более современные, по стилю, по дизайну. Глаза разбегаются в разные стороны. Выставка длится всего второй день, а горожане уже успели, так сказать, снять пробу, осмотреться и планы наметить на следующий визит. Завтра планирую прийти, прогуляться с мужем. Большой ассортимент. Нравится. Все, что нужно, все есть. На ярмарке каждый может найти себе вещь по душе. Опытные продавцы-консультанты помогут в выборе того или иного товара. Кстати, те, кто еще не успел побывать на ней и купить подарки для своих близких к Новому году, может сделать это до 29 декабря в Музее изобразительных искусств. Амина Смакова, Габинян Гуржбеков, Бахтиар Распанов, Первый Карагандинский. На канале короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Отец. Бахтиар Распира. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Орион. Мы приносим радость в дом. Уже на протяжении нескольких дней Караганда дается диву. Причиной тому послужила машина, верх которой сделан в виде кареты. Видя ее на улицах города, горожане останавливаются, чтобы сфотографировать и прикоснуться к королевскому железному коню. Сегодня в необычной машине побывал и наш корреспондент. Машина в Караганде только три дня. Хозяин железного коня увидел в интернете картинку с его изображением, влюбился с первого взгляда и решил во что бы то ни стало купить его. Вид такого авто полностью соответствует цене – 100 тысяч долларов. Железного королевского коня ждали полгода из России. И вот на протяжении уже нескольких дней автомобиль – коренной карагандинец. Кстати, в Казахстане подобных машин всего две. Водитель уже успел опробовать сиденье и с волнением в голосе рассказывает о своих первых ощущениях. Ощущения такие вот вообще, ну не передать словами, а просто внутри прокатнуться. Автомобиль всего лишь несколько дней в городе, а жители уже охотятся за ним, чтобы сфотографироваться и хоть на миг почувствовать себя королями. Пару дней как бы привезли и как бы все интересуются, фотографируются. Дух захватывает, глядя на эту машину. Мужская половина населения называет этот автомобиль красавицей. Что ж, с ними не поспоришь. Новый центр обслуживания предпринимателей открылся в Караганде. Он поможет многим жителям Караганды не только получить финансовую поддержку от государства, но и пройти обучающие семинары по самым актуальным вопросам ведения бизнеса. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Сегодня в Караганде действительно произошло важное событие. В здании технопарка на юго-востоке открылся новый центр обслуживания предпринимателей. Данные представительства работают по инициативе главы нашего государства во многих городах Казахстана. Они стали большим подспорьем в развитии своего дела для многих предпринимателей. Уже 9 тысяч бизнесменов получили свыше 23 тысяч бесплатных консультаций. Я думаю, что большая работа проделывается. Это и в части снижения административных барьеров, и в части повышения информированности предпринимателей о тех инструментах государственной поддержки, которые есть у нас в государстве, чтобы они могли полностью им воспользоваться. Создать инструмент – это одна часть. Воспользоваться этими инструментами – это наша главная задача. В новом центре присутствуют представители Фонда развития предпринимательства ДОМУ, известные банки второго уровня, корпорация СРРК, технопарк и многие другие. Данные финансовые организации созданы для того, чтобы помогать каждому предпринимателю. Очень важно, чтобы этот зал, и вот этот зал, в котором мы находимся, зал обучающий, и зал, который мы только что осмотрели, с операционистами, он не был пустым. Чтобы люди, которые сюда приходили, находили четкие ответы на все свои вопросы. Хочется отметить, что в новом центре обслуживания предпринимателей действует программа «Бизнес-советник» от Фонда ДОМУ, в рамках которой уже прошли обучение более 50 тысяч человек. Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут повысить свою квалификацию и участвовать в бесплатных семинарах, посвященных особенностям ведения бизнеса в самых разных отраслях экономики. Николай Кровец, Сергей Высокосов, Бактияр Оспанов, Первый Карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 28 декабря текущего года на сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования Нового года. В городе Караганда, в районе Юбилейный, Гринмарт и коммунальный рынок Асыр, районы и местные товаропроизводители будут реализовывать свою продукцию – мясомолочную и плодовощную. Цены вышеуказанных продукций ниже рыночных на 10-15%. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаю. Всего доброго. Салвозда. Редактор субтитров А.Семкин